Всем привет! С вами Мелисса Креативные Податки Ставрополь. Особенно огромнейший привет всем моим подписчикам. Всех вас крепко-крепко обнимаю. Сегодня я покажу, как делать шляпку-игольницу. Это не просто игольница. Ее можно повесить и на стенку, и на стол положить. И очень оригинально я экспериментировала. Где-нибудь на край стола или швейная машинка. Очень красиво смотрится. И покажу, как я делаю такую коробочку, чтобы красиво преподносить шляпочки. Так вот. Итак, приступим. Круг. Значит, сам картон у меня 18,5 см. И также, как видите, по контуру ткань. Ну, приблизительно где-то 7 см. Наша задача сейчас это все обернуть. Я делаю сначала вот такую петелечку, чтобы, когда я буду ее затягивать, чтобы она у нас не проскочила через ткань. И одинаковыми стежочками я прохожу по краюшку. Теперь делаем вверх. Изнаночкой к себе. И также проходим эту часть. И вот здесь. 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 теперь мы ставим наш пенопласт это у меня вверх это у меня не сверх сюда и низ мы закрываем здесь все надо подправить чтобы она нас ровненько так и сейчас что мы сделаем мы наклеим лейбл а итак сейчас я покажу как делать вот такие штучки на розочку будем значит сначала мы сделаем вот таких по 6 сантиметров 6 штучек вот 6 сантиметров лента у нас два с половиной 6 сантиметров по 6 штучек ну что я делаю я беру органзу я взяла один сантиметр 1 и 2 1 и 3 1 и 3 сантиметра органзам вот по ней отмеряю потому что если саму органзу вот так отмерять линейкой она рвется ну жалко мне ее так что я поаккуратнее чтобы вот так вот сделаю здесь я ее немножечко к верху и положила немножечко приклею к ткани вот она и эту сторону мы заводим вот сюда вот просто параллельно вот этой но с органзой также эту сторону заводим вот сюда да с органзой то тяжелее но намного оригинальней красивее и необычно эффект 3d так как органза она дает двойной эффект мало того что сама розочка идет а это органза на затемняет дает блеск то есть там все переливается и сама роза здесь 1 подрежем чтоб нам было удобнее вот вот таких нам надо 6 штучек вот такое получается чудо 6 штук вот я сделала у меня здесь 6 штук сразу отложу все 6 штучек у меня есть опять атласную ленту шесть с половиной сантиметров шесть с половиной также по ней я меряю органзу также фиксирую чтобы они мне вместе одинаковые были заправляю сюда точно также фиксирую вот эта лента она более жесткая с ней тяжеловато работать и вот этот краюшек мы вот до сюда должны дотянуть вот так вот 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 наш краешек также с этой стороны загинаем сюда но не надо чтобы органза вот так она нас потом будет прыгать а если еще и соскочит в процессе ну что это будет поэтому органза она должна прям впритыкать и даже можно капелюшечку поменьше а 0 1 миллиметр также мы ее закрыли подровняли и зафиксировали видите как плохо с т-лентой работать вот так же этот краешек заправляем вот сюда цвета можете любые подобрать какие вам нравятся вот так вот получается я в конце еще фотографию немножко по шесть с половиной и 10 штучек мы делаем по 7 сантиметров размеры тоже можете сами какие вам удобно экспериментируйте пробуйте по-любому что-то выйдет оригинальное красивое потому что это органза это атлас это не может быть некрасиво опять я вот здесь сверху 7 сантиметров верху фиксирую чтобы вместе было не соскакивала опять же загинаем быть сюда фиксируем также вот этот кусочек мы не сюда загинаем а немножечко здесь в конце чуть-чуть капельку совсем немного так же и здесь загинаем подравниваем фиксируем и опять же здесь конце небольшой кусочек вот здесь вот загинаем вот таких 10 штук нам надо 10 я уже сделала отсчитаю 10 штучек 6 7 8 9 10 итак что мы делаем дальше мы берем вот эту небольшую часть точнее первые у нас идут 6 сантиметров я беру первое 6 сантиметров и нам надо чтобы эти 6 сантиметров вот так вот аккуратно завернуть тонкой-тонкой трубочкой я нагрела свой любимый пистолетик пока он еще не сильно разогрелся потому что здесь не всегда ручкам бывает неприятно вот так трубочку в тонкую-тонкую как можно тоньше закручиваем следующую мы смотрим чтобы у нас розочкой шло как нам лучше вот эти 6 штучек мы сейчас все должны скрутить в одну трубочку это у нас будет серединочка вот сюда вниз не надо чтобы намного ниже иначе роза потонет выше тоже вот так она тонет так вот надо идти вот прям вот 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 миллиметр к миллиметру чтобы одинаково вот здесь вот все было но одинаково все равно как бы не совсем получится но алгоритм такой вот такое чудо у нас начинает твориться и обязательно то есть намазываем на лицевую сторону и по лицевой стороне идем здесь я уже на серединку чтобы мне было видно куда у меня идут лепесточки так же пятая не пожалела клея вот так же пятая не пожалела клея вот и так же шестую шестую это у нас серединочка зафиксировали ее теперь подвигаем подвигаю к себе по 6 с половиной 10 штучек так же мы эти 10 штучек идем лицевой стороне к бутону и так же вот все это накручиваем и идем по часовой стрелке вот наклеили этот и от него же следующую чтобы удобно вам было показывать вот я его поставлю и по часовой я иду так же лицевой стороной вот мы делаем все один к одному но здесь поглядываю потому что бывает надо будет или подтянуть где-то что-то то есть я всегда переворачиваю и обязательно еще проглядываю чтобы розочка была как розочка красотулька получается вот видите поэтому я и говорю чтобы органза шла один к одному чтобы органза полностью другие лепестки не закрывала у нас так 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 Продолжение следует... Вот такая розочка. Можно и такое ставить, например, если кто-то себе хочет заколочку. Очень оригинально. И небольшая, и красивая. Но у нас другая розочка и для... Не заколки, а для супер-шляпочки. Теперь я взяла 10 штучек по 7 сантиметров. Также их идем по кругу. Не стесняемся. Наклеиваем. Вот так вот. Здесь эти... Можно даже не так, чтобы впритык мы ее будем зажимать, а вот немножечко вот сюда на поверхности, чтобы ее не зажать. То, что если здесь вдруг отходит, это ничего страшного. Это потом вот так вот все это заклеится, приклеится. Ну, можно, конечно, и пистолетиком слегка приклеить, если кому-то так удобнее. Видите? Ну, тоже оригинально красиво. Но лучше, чтобы это четко шло, сильно не выходило за рамки. Ну, в конце оно и само выходит, потому что размер-то меняется, и это даже очень красиво в конце. Вот такая красотуля у нас получилась. очень, 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 очень красиво. Но нам надо еще серединочку сделать. Так, сейчас я покажу, какие розочки. розочки, то есть розочки, они бывают разные, и такие, и вот такие. То есть, более получаются они плоскими. Разница, видите, какая? Вот такие, а бывают вообще бутонные, то есть, это вообще две большие разницы. Это полностью под настоящие, то есть, и такими они бывают, они бывают разными. И вот такими они бывают. То есть, у меня есть и вот такие заготовочки, то есть, вот сколько. Все никак не дойдут мои ручки. Как-нибудь покажу, как это делать, вот, то есть, я с ума схожу от этой красоты. Ну, а теперь нам же надо будет ее как-то облагородить. Лепесточки я сюда не хочу. Я думаю, вот так марганзу просто сделаем вот такими штучками. И тоже их сюда приклеим. Как бы полной, попройдемся по розе. Смотрю, сколько это сантиметров у нас. Так, девять. Ну, сейчас я попробую, точно ли мне такое подходит к нашей розе. Да. Девять сантиметров нарезаем. Ну, я не знаю, давайте для начала нарежем штучек 12. Я беру специальные ножнички для стразиков. Так, нам сейчас надо будет сделать серединку. Я вот так немножко клею. Ну, сейчас вышло не совсем немножко. Беру стразик. Ну, это очень мелкие стразики. И вот сюда, в серединочку. Плохо видно, да? Ладно, возьмем стразик побольше. Ну, вот, крупненькие есть. Да, действительно, розочка красивая, стразики, но очень маленькие. Это не то. Вот, я взяла стразик побольше. Капельку клея щипчиками я беру. Макаю в клей. И аккуратненько, чтоб не задеть нигде нашу розочку. Вот сюда вовнутрь. Вот, видите? Маленькая она была. Это было не то. А крупненькая, да. Оно дает о себе знать. Оно уже вся сияет, блестит. Все в блестках после супер горшка. Я надеюсь, вам понравилось. Я сама очень удивилась, то, что я сделала такой горшок с такими супер глазищами. Ну, ничего, для коллекции оригинально. Это у меня знакомая жила, ну, город Ставрополь. Сейчас я покажу и расскажу историю. Так, значит, вот этой стороной я буду вот так фиксировать. Ну, чтобы вот здесь где-то. Значит, она жила на Социалистическое. Там, получается, район таких взрослых людей, скажем так. Бабушек, дедушек. Очень такой старинный район. Вот. И, как бы, получается... Вот они постоянно с семьей, дети в школу. Муж на работу, она на работу. То есть дома практически никто и не бывал. Но, однако, все соседи все знали. Откуда? А она как-то подходит, разговаривает. Они жили на первом этаже. Разговаривает по телефону. Случайно выглядывают. А там есть такие бабушки. Им скучно. Они не просто на прогулку выходят с утра до вечера. Такое чувство, как она говорит, что они даже не обедают. И не ужинают. Вот. И она прямо прислонилась к стене, плотную подходила. И становилась, слушала все разговоры, все, что происходит. Вот зачем постороннему человеку это нужно? Вот скажите. Но она была в шоке. И вот такой горшочек с такими глазами, мне кажется, это самый идеальный. Надо предложить своей знакомой. Самый идеальный ей на окно такой горшок. Вот представьте, как такие бабушки только подойдут к окнами за сплетнями. Вот зачем? Я не пойму. Чужая жизнь. И брать, слушать, что у кого как. Ну, вот такой у них образ жизни. По крайней мере, там, на социалистической. Подружка, конечно, была в шоке. Купили квартиру. Быстро ее продали. Быстро съехали. Ну, это было что-то с чем-то. Вот. То есть, в районе, где постоянно все пожилые, да, вроде и тихо. Но с другой стороны, ой, ой, ой. Съехали они оттуда. Это был для них просто кошмар. И вот, мне кажется, для таких случаев самый такой горшок. Только еще уши надо приделать. Да, сделать горшок с огромными ушами. Ну, а что, тоже. Бабушка подошла. Может быть, ей станет неловко и стыдно. Смотреть за чужими жизнями. Правильно. Вот так у нас сзади получилось. А вот так у нас получилось спереди. Все. Так что наш цветочек готов. О, даже если оно сетывается вот так вот. Такой вот цветочечек. Видите, идет сама роза. А по ней идет органза. Но это все убирается. Это перушки клеят. Это не страшно. И она как бы прикрывает этот цвет. Но он более у нас же мощный. Но он все равно проходит. А органза отливает. Так, розочка у нас готова. Включаем пистолет. Пройтись сюда нам ленту. Включаем. это у нас и вниз потом обрежу самом конце органза органзы наверное прям несколько штучек сюда вниз для красоты пущу чувствую что по моему еще надо органзы немножечко да давайте еще две штучки органзы наши ленточки тоже так чтобы эти ленточки у нас были под органзой и чтобы этот яркий цвет у нас слегка уходил это все равно будет видно в том-то и красота что цвет один органза его наполовину где блестит где прячет а где наоборот выдает с бешеной силой в этом-то и оригинальность этой шляпочки потому что здесь самая красивая ручка ножичка наша готова вот всегда когда что-то делаешь прям не в терпешь но посмотреть ну что ж как же это все будет как так теперь где у нас ориентир наш что теперь закругляем нашу шляпочку закругляем нашу шляпочку так оставить потому что он как-то здесь будет наискось здесь все ровно мне кажется не надо здесь наискосок мы сделаем так же вот надо пока процесс идет их обработать так Тоже в виде абстракции. Одна чуть меньше, одна чуть больше. Тоже, когда делаешь полностью все, как челка под корей, но для шляпки это будет некрасиво. Хотя, смотря какое оформление, может быть и красиво. Все же еще зависит от деталей. Ну, что у нас здесь? Так. Теперь приклеиваем боковик. Ее можно чуть-чуть пониже опустить, чтобы прикрывало наши излишки. Одной полушечки нам хватит? Ну, да, посмотри. Так вроде. Тогда органзу получается не сверху, а снизу несколько. Можно было бы и сверху. Нет, а гонзу мы пойдем со снизом. Чтобы вот эти места у нас все закрывалось. Сейчас будем приклеивать наш цветочек. Вот на место, где мы все закрывали. Я намазываю много, чтобы у меня было стопроцентное приклеивание. Идем цепочкой по бокам. Так, наш клей пускай. Остывает. И точно цепочки. Были только другие цвета. По 100 рублей. Это 150. Я говорю, а в чем отличие? Неизвестно. Может, потому что последние мне эти цвета вообще не понравились. Ну, не знаю. Какие-то черные. И даже не стразики. А вот просто черные камушки. Ну, вообще некрасиво. Зачем они? Даже за 100 рублей. Вот. Сваровские по 350. Ну, это ж не по-настоящему Сваровские. Ну, вот 350 имитированные. Я знаю, где. По 150. Можно взять. И идеальные. И круче, чем будет выглядеть, чем у них Сваровские идут. Здесь аккуратно, аккуратно, чтобы на ткань у нас клей не попадал. Фиксируем все это. Если начало отходит мы-то, потом все исправим. Вот села я за эту шляпку. Было начало 9. И до сих пор. На шляпку уберите метр, чтобы и здесь у вас хватило. И хватило вот здесь по кругу еще. Такая длинненькая есть. Тоже мало. Так что, берите смело метр. Я вообще всегда, когда делаю что-либо такое, я беру полтора. Я знаю, что у меня уйдет, а останется буквально мизер, если вдруг где-то в будущем, когда-то где-то будет не хватать. Ну, как правило, метр так оно и выходит. Ну, вот такая красотуля. Просматриваем. Просматриваем, чтобы все везде было приклеено, чтобы не было паутинок. Вот такая красотулька. Все приклеено. Вот видите, не просто наша роза, но она бы и просто отливалась. Ну, органза дает совсем другой эффект. Видите? Она играет. Вот, вот, вот. Вот это да. Так что, вот такая шляпочка у нас получилась. Так, ну и как же нам быть? Мы же не будем просто так дарить, вручать эту шляпочку. Ей нужна красота. Красивое оформление. Я, значит, делаю такие коробочки. Отделываю. Сюда шляпочкам. Можно конфетами заложить. И сюда идет прозрачная основа. Покажу в деталях. Вот такие штучки я покупаю. Где пирожные, торты. Вот. И обклеиваю. Обклеиваю как могу. Так что, если сейчас кто посмотрит и подскажет мне более лучшую идею, пожалуйста, напишите мне. Потому что для меня клеить уходит очень много времени. И... Все ли я правильно делаю? Ну, коробка-то она потом не остается, как правило, ее куда-нибудь. Но все равно преподнести же надо красиво. Так, для начала я шляпляндию нашу. Уберем пока в стороночку. Вот так вот. Вот посмотрите, как красиво. Вот так я ее положила, как оригинально, если, например, на стол куда-нибудь. Это я просто сейчас на коробку. Вот. Можно же просто положить на стол. Тоже. Это просто коробка не дает сейчас. Вот. Красиво. Ну, и, конечно же, повесить можно, чтобы висело. А так вот, если, например, на край швейной машинки. О, да это вообще релакс какой-то выходит. Так. Делаю, как могу. Не обессудьте меня заранее. Но, кто может, пожалуйста, напишите, как лучше это все делать. А, давайте же я скажу размеры своей коробки. 20 на 20. Вот. Ну, капелечка. Ну, вот если не считать этих 20. И сюда также 20. Для маленьких шляпок я другие беру. Вот. А высота вот этих. Я сейчас скажу. Ох, у меня здесь. Ну, высота у нас 7. 6 и 8. 6 и 8. Но, чтобы закрыть нашу шляпку, мне хватает полностью. Вот. Это идентичная. Вот она закрывается. То есть. Ой, даже не знаю, с чего и как. Сначала клеим снаружи. Потому что по углам там остается. Так это все неудобно. Я сначала собирала эти коробки. А потом уже готовую обклеивала. Ой, тяжело, тяжело. Сразу вам скажу. Там не получается. Там, там. А надо же сверху, чтобы не было. Нет. Если так вот эстетично было бы, чтобы везде, как говорится. Ну, вот коробочку мы сделали. Вот наша красотуля шляпочка. Ложим ее сюда. Вот так вот. Сюда можно в виде соломки, но в виде мишуры для заполнения пространства. Можно конфеты с шоколадными. Обычно идут конфеты шоколадные. Шоколадки. То есть. Зависит от вкуса. Сверху что мы делаем? Идет вот такая вот крышечка. Прозрачная полностью. Я ее вот так сгибаю. И вот здесь такие штучечки. Я в них заправляю. Продолжение следует. наша крышечка готова закрываем нашу коробочку вот такая коробочка у нас получается красиво ну сюда конечно можно и без наполнителя но более всего оригинально это коробка точнее конфеты конфеты шоколадки сюда вот можно конечно и вот так оформить но это я приблизительно конечно это будет некрасиво для такой шляпки и такой бант тут надо более красивый конечно и вот так вот завязывается здесь бантик можно и так можно и вот такого материала сделать бантик также перевязать можно просто нет ну здесь да или здесь наискось но это уже по желанию так что вот такая коробочка красивая с такой шляпочкой получается по поводу коробки не забудьте правильно у меня ну как бы я не знаю для меня это правильно но век живи век учись если есть какие-то советы то напишите мне пожалуйста как лучше мне сделать эту коробку я буду вам признательна всем пока 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 пока